Дальше Барак Луфикум шейх упомянул следующий аят, вдовод на Тавакколь. Аят из Суры Аль-Анфальде Всевышний Аллах Субан Аталия описал верующих, сказав «Инна мальму, минуна лявина, ида дукер Аллаху ваджилят кулюбугам». Верующим являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха. Вера которых увеличивается, когда им читают его аяты, и которые уповают на своего Господа. Шейх Барак Луфикум задает вопрос, говорит, «Ишраха виль-Ай, растолкуй этот аят». То есть, и почему этот аят был упомянут в этой главе, лильбаб? То есть, из-за чего этот аят был упомянут в этой главе. И какую пользу мы берем из этого аят? Джаваб шейх отвечает. Всевышний Аллах описывает верующих в этом аяте похвальными качествами, по причине которых они достигли сути веры и ее полноты. Сути веры. Поэтому сказался «Инна мальму, минуна». То есть, верующим являются только те. Это как называется? То есть, метод, указывающий на ограничения. И первое, что упомянул «Аннагумидадакар Аллаху ваджилят кулюбу». То есть, если они вспоминают о Всевышнем Аллах и Субхану Аталя, то сердца их испытывают страх. Айхаафат. То есть, наполняется страхом. Фааду фарайдагу. И поэтому они выполняют то, чем обязал Всевышний Аллах. То есть, все то, чем их обязал Всевышний Аллах. И оставляют все то, что он им запретил. Второе, он сказал. И то, что они опираются на одного Всевышнего Аллаха. И то, что они опираются на одного Всевышнего Аллаха. И уповают на него. И из-за этого качества этот аят был упомянут в этой главе. Поэтому в этом аяте, братья, указание на достоинство такого поклонения, как упование. Также указание на обязательность, искренность в уповании. Почему? Потому что Аллах сказал, и только на одного Аллаха, и только на одного Господа. Они уповают. Также указание на то, что, братья, упование связано с чем? С рубубией. Потому что только на Господа своего уповает. То есть уповает на того, кто является создателем, управляющим всем тем, что находится на земле. Поэтому уповать можно только на Господа Аллаха, точно так же, как молиться можно только одному Аллаху. И также это во всех других видах поклонения. Дальше сказал. То, что если им читается откровение Аллаха, тогда увеличивается их вера. И дело становится полным или воплощается их убежденность. И в этом и указание, братья, на важность изучения Курана и Сунны. И только изучая Куран и Сунна можно увеличить веру. И только у верующих растет иман по причине изучения Курана и Сунны. Потому что сказал, иннама, только, альмуминун, являются верующими только те, чьи сердца наполняются страхом при его упоминании. Только те являются верующими, чьи иман растет, когда им читается откровение. Когда им читается откровение. Дальше есть продолжение, барак, лауфикум в этом аяте. Потому что Всевышний Аллах сказал, аль-лявина ю-куймуна салят. То есть третье качество, значит, первое. Те, чьи сердца наполняются страхом, когда вспоминают о Господе. Те, чьи иман растет, когда читается его откровение. Те, кто уповает на одного только Господа. Четвертое качество, аль-лявина ю-куймуна салят. Те, которые выстаивают. Не сказал, аль-лявина ю-салюн, те, которые молятся. А те, которые ю-куймуна. Что значит ю-куймуна? Что значит, ю-куймуна? То есть выполняет ее должным образом. Бе-укатих, в свое время. Во-ваджибатих, выполняя все то, что является обязательным молитвом. Во-шурутих, все условия. Во-арканих, все столпы. Во-сунаних, можно добавить. И так же делая все сунны. Братья сунны в намазе, это не только говорит Субханна Рабиле Аля три раза. Или сами Аллаху диман Хамида. Сунна в намазе, баракалуфикум, это совершать ее так, как совершал ее пророк Саласлям. То есть, когда описывается молитва пророк Саласлям, что его чтение, и его руку, и его суджуды были почти одинаковы по времени. Что является в наше время забытой сунной. Пятое качество. То, что они расходуют из того, чем их наделил Всевышний Аллах, из своего имущества. Потому что Аллах сказал, ва мимма разакна, у минфекун, и расходуют из того, чем мы их наделили. Обратите внимание, сказал, ва мимма, указывает на что, и дословность перевести правильно, и расходуют из всего того, чем мы их наделили. Аллах наделил тебя имуществом, расходуй имущества. Аллах наделил тебя знанием. Это тоже в этот аят заходит. Расходуй свои знания. Аллах наделил тебя авторитетом. Помогай своим авторитетом людям. Аллах наделил тебя силой. Используй свою силу в помощь людям. Расходуй ее на силу. Аллах спонтануне наделил тебя свободным временем. Расходуй, баракалуфикум, это время. Помогай это людям. Наделил тебя возможностью помогать чем-то людям. Расходуя это барак, Аллаху фикму. 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 Расходуя это барак. Расходуя это барак.